Ну чё? Чё кому-нибудь? Орда, Орда, а в чате Орда? Орда, где вы там? Орда. Орда на месте, ну-ка. За батьку Трала-то, давайте, за батьку Трала, Сморков. Сморков за батьку Трала, ну-ка быстро. Сейчас будет батька Трала, компания за Орду. Ну вот, всё будет, всё будет, ребята, всё будет. На час я сразу говорю то, что сейчас будет компания, потому что компанию Орды и, ну, орков, именно, орковскую компанию и компанию эльфов никто особо никогда не спидранил, есть только один чувак, который заспидранил всю компанию, по-моему, даже два чувака, и с его времени взят ВР, поэтому мы сейчас посмотрим одним куском и компанию Орков, и компанию эльфов. Поэтому поехали, поехали. Ой, чё так тихо. Ого, стоп. А где музычка? Хм-м-м-м. Ну, собственно, нормально. А-а-а, чипуты. Ай-го. Чё, готовы кодоев-то защищать? Ну что, значит, в общем, жил-был батька Трал. Вот. Потом Орда соснула. Ладно, ну, это ж шутка, конечно. Трал реально клёвый чувак. Вот. Особенно компания Reign of Chaos, она очень крута тем, что, типа, ты такой играешь, 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 а потом объединяется Орда, Альянс, Найт Эльфы, все объединяются и просто попец дрюкают. Легион пылающий, понимаете? Вот это круто. И никакой тебе драки, ничего, мир. Ну, правда, мир был, был недолго. Зак-зак. Там зато по 16 юнитов можно брать и ставить бесконечное производство юнитов автоапгрид. Но самый анал. Это микро. Тут уж ноль преимуществ. Глебуня, завесну. Привуэт Каэльски, чё давно не заносил. Вот тебе пятюня, ты красавыльник. Всем из ИВР, пацаны. Спасибо, спасибо, спасибо. Самое главное, чтобы по кайфу, ребят, было. И вы тоже лучшие. Спасибо лучшей коммунити. Спасибо, правда. Так, Орда. Сколько надо двадцаток, чтобы пропустить разбор компании Орды? Нисколько, нисколько, ребят, нисколько. Компания Орды, конечно, не такая динамичная, как компания Хумана и Андеда, потому что здесь, конечно же, что-то можно придумать в плане страток. И здесь есть реально стратки. Но в основном это просто тупое исполнение, ребят, тупое исполнение. Потому что, например, сейчас нам нужно пройти карту, потому что Орда притесненная. Притесненная Орда всё пытается найти себе место, где бы им пожить. Вы залезли в свой портал, засрали свою вселенную под предводительством своего тупорылого орка Голдана. Вообще, как можно было избрать его вождём, скажите мне. Ну, тот ещё, конечно, пёс. Вот. Засрали свой мир, полезли в другой. Жил-был Альянс, а потом Орда соснула, как мы помним уже, да, по сюжету. Вот. Гулдан Криса. Гулдан Криса, конечно. Дикая Криса, это правда. Какой голой Альянс, чёрт, вождь. Но он хотел стать вождём. Он хотел стать вождём. Так вот, значит, сейчас мы ещё Керн, кстати, вот. Мы сопровождаем здесь Керна, потому что Керн у нас копыто. Копыто, как вот там. Какое там копыто? Кто там? Ко мне напомнит, как он там по-русски-то называется-то. Так вот, мы его сопровождаем к нему с тауренами. Кровавая копыта, вот, да. Кровавая, спасибо, спасибо, чё-то. Ничего себе, как много экспертов у нас учить. Обалдеть. И скоро, ребята, будем защищать Кадоев. И вот на миссии с защитой Кадоев предлагаю вам, как бы, уже начинать спамить Библи Тумпы, потому что... Потому что потому. Ферблюжие копыто. Ноют старые кости. Значит, здесь мы просто тупо отбиваем сейчас от волны кентавров, которые притесняют Орду, пинают. Ну, вот они, нормально. Всё. Сейчас будет финальная возня. Финальная возня будет уже только с предводителем кентавров, которые здесь бегут. Я не помню, чё они тут не поделили. Ну-ка, чат. Чат, чё они тут не поделили-то между собой? Почему кентавры согрелись вдруг на урков и на тауренов? Земли не поделили. Нефть? Нефть не поделили, я понял. Ясно, понятно. Альянс СССР. Держи, в курсе. Вот она и первая миссия, собственно, прошла. Значит, вторая миссия, это нам нужно от уазиса к уазису перемещаться. И так далее. То есть, и здесь как раз-таки будут у нас кодои. Скоро совсем. И на миссии с кодоями, сразу забегу вперёд, скажу то, что вообще, если вы помните, вы играли в компанию, то керн со своими тауренами, ты не можешь ими управлять. И кодоями, собственно, тоже. Они идут сами по себе супер-медленно. Просто супер-медленно. Просто отвратительно. Но их можно ускорить. Я сейчас не буду говорить как, но ускорить движение керна с кодоями можно. Тралл станет Лич Кингом. Что ты гонишь? Не, они, конечно, могут такое сделать, но... Дух, я не знаю. Ты подожди, ты раньше времени. Раньше времени, дружище. Да, кстати. Да, кстати. Кентавры напали и разделили у нас, между прочим, Трала и Хеллскрима, дружище его, который потом поручкается с демонами. Во. И давай, давай щиты за кодоев, ребята, щиты за кодоев. Значит, смотрите, он сразу через атаку отправляет своих пацанов для того, чтобы убить кодоев, потому что по миссии, по миссии, вам нужно, чтобы хотя бы два кодоя допёрлись. Посмотрите, как таурены их блокируют. Значит, в чём заключается стратка? Ты убиваешь всех кодоев, кроме двух. Убиваешь всех тауренов, кроме одного. Ну и, конечно же, керна ты не убиваешь, потому что керн, если сдохнет, то миссия провалится. И караван, караван реально начнёт идти быстрее, потому что они не начнут жопами толкаться здесь. Посмотрите, какие толстые ордынские жопы у них. Вот просто посмотрите. Ну, трындец. Как тут не толкаться? По таким узким дорогам ходят, блин. Вот, соответственно, просто разваливаем кабинет, бей своих, чтобы чужие боялись. После этого, кстати, после того, как ты своих разваливаешь тауренов, вот эта лошадь, видите, кентавр этот? Он сейчас всё увидит и дал уже своим, типа, вот там вообще капец какие-то бешеные, бешеные урки зеленокожие. Пришли своих, пинают, всех пинают, нас пинают. А он решил всех тауренов развалить. Зачем? Ну, ладно. Ладно, решил так решил. Кто ж скажет. Ну, и, соответственно, убиваем другого кодоя, который коцан. Всё. Теперь можно идти. Здесь армия сплетанётся, потому что, если, как вы помните, то здесь есть щели такие, ну, типа... Во-первых, здесь мы оставляем пацанов, чтобы они блокировали, так как сзади тоже прибегают кентавры. Плюс и щелей вот из этих прут кентавры. И плюс сверху ещё нападают. Но сверху нам будут давать подкрепление, поэтому мы можем спокойно оставлять здесь ребят, для того, чтобы они блокировали нападение. Ну, чтобы на керн мог идти реально нон-стопом. Просто нон-стопом. Видите, как он быстро идёт? Они реально своими жирными жопами уже не толкаются к армик фэт. Да ладно. Не, Артас был изначально немного ненавистью к плете порабощён, как и это, как её, Сильвана. Немного это, истеричный тип людей. Где Трал-то истеричный? Вообще ни разу не истеричный. Толковый мужик. Зелёный, правда, но в целом нормальный, нормальный чувак. Вот что-что, а Трал реально моё уважение просто. Просто моё уважение. Да, доп-компания у TheRexR тоже спидранит. Тоже спидранит. Ну, вообще TheFrozenTron не особо, как бы, спидранит. Ну, именно, по крайней мере, результатов на спидранком не так много. Я знаю то, что есть очень много андеграунд чего... Оба-на! Провалил миссию, не доглядел. Кодой развалили. ГГ, из ВР, дамы и господа. Рестарт миссия. Пресс-Ф, тупый респект. Вот так вот. Не уберёг, ребята, Кодоев. Не защитил. Не защитил. Он, конечно, старался. Старался как мог. Старался как мог. Но не справился. Но не справился. Давай, Орда, Локтор Угар. Кто тут у нас? Кто больше всех с морков кидал-то? Из ВР в четырёхпочасовом марафоне. Ну, почему? Ты можешь отдельно заспидранить компанию орков. Тут реально, как бы, ВР-то не так-то тяжело поставить. Без шуток. Без шуток не тяжело. Зря Минотавра убил. Да, Минотавра бы здесь подтанчил. Он бы шёл как раз спереди. Ну, он вообще не должен был его убивать. Почему он его убил, я не знаю. Видимо, какие-то новые срадки и про МЛГ. Придётся сейчас из-за этого переигрывать. Теперь он просто реально спидранит у нас тралом вперёд. Для того, чтобы полностью разблокировать себе чуваков. И убить пораньше кентавров. Чтобы реально Керн не отвлекался на них. Жаль, конечно, не на русском. Блин, вот было бы прикольно, если кто-нибудь... Надо Абвера, короче, заставить. Реально, Абвера заставить. Хотя бы The Frozen Throne зафигачить. Потому что русская озвучка, между прочим, уважаемые дамы и господа, русская озвучка признана самой лучшей озвучкой Warcraft 3 в мире. Самой крутой и самой лучшей. Вот так вот. Даже иностранным коммунити. Русская озвучка быстрее. Нет, тут же нету такого, что диалоги завязаны. Потому что здесь диалоги ты пропускаешь. О, подтанчили, подтанчили здесь. Если эффект этому траву своих убивает, контролить не может. Контролить. Кто-то другой из наших киберсмартменов не спидранили. По крайней мере, результаты не закидывали. Если бы Хапач заспидранил, было бы прикольно. Ну, можно Абвера еще запетрить. Ну, Хапач микрит лучше намного, чем Абвер. Привет, Кальны. Извините, я опоздал. Можно войти? Чау, бео, нот. Гуманитарная двадцатка. Сабан, кормик три, кормик три. Здорово, Бакар. Заходи, заходи. Тихо только. Присаживайся себе сегодня. Что-то развел тут. Поднял руку. Все. Можно войти? Я сказал, можно. Все. Заходи. Значит, Хапач контролит просто чуть лучше, чем Абвер. Потому что Абвер хоть иногда пару раз в неделю катается. Но сейчас я, правда, не видел, что он катает в Warcraft. Но недавно... Я не видел женщин уже десять тысяч лет. Больше месяцев спидрана богу спидрана. Спасибо, большущая. Койлн Фрей за три месяца. Благодарю. Значит, так вот. Дайте это рассказать-то. Что недавно Хапач с Абвером катали. Ну, как недавно. Вроде месяц назад. Катали. Где Абвер играл за Free4Roll. Ну, за любую расу. И он чуть не катнул Хапача два раза. Ну, конечно, чуть не катнул не считается. Потому что он не катнул. Проиграл. Но все равно бился как лев. И я вынужден сказать, что у него очень сильная форма сейчас. Очень хорошо играет. Ну, вы помните, как он меня разорвал, да? Ну, я-то вообще как бы сейчас нулевый просто. Просто порвал, унизил. Оставляет. Обязательно оставляет здесь пацанов, чтобы они блочили атаки. Так как они двух Грантов и этого Тролля будут долго очень убивать эти. Как их тут орки-то называют? Напомните мне, как в русской локализации называют вот этих Хорсмэн. Они в английской, а лошадоголовые или как они там называли-то? Не, не Бугай. Да я не про Грантов, про вот этих вот кентавров. Всадники. Конелюды. А, да, конелюды, точно. Конелюды. Не, конелюды они их называли, да. Там как-то по-специальному. Псы. Не, озвучка, кстати, жеребцы. Не, конелюды, по-моему, они их называли. Цыгане. Защищайте Кадоев, давай щиты из-за Кадоев, потому что если он рестартанет второй раз, то это будет просто пипец, это будет шокич. Он разблокирует сейчас уже финальные катапульты себе, катапульты здесь тоже пригодятся, так как там еще башни будут, но, конечно же, катапульты просто он сразу через атаку отправляет, потому что там можно просто зарашить. У райдеров здесь есть сеточка как раз, чтобы гарпии развались. Пытается как можно меньше блокировать Кадоев с Керном. Как вы видите, если юниты не атакуют Керна с Кадоями, то Керн не агрится вообще. То есть он просто идет постоянно стабильно. Канелюды, да-да-да, там Канелюды они их называют. Ну, в общем, русская озвучка, она самая рофельная, вот без шуток говорю. И это признанный международный факт. Вот. Так что вот так вот. Не, их Канелюдами называли. Продает сейчас всякое барахло и покупает хилки. Хилки однозначно надо купить. Здесь есть стратка одна. Потому что здесь нужно освободить... Ну, до конца, чтобы дойти, нужно убить гарпии, по-моему, насколько я помню. Таких прям жирненьких таких. И они постоянно на себя вешают какую-нибудь херню, которую желательно диспелить. В Reign of Chaos, вот эта вот штука, которую сейчас купил Трал, это не призывалка скелетов, как в The Frozen Throne у Undeadов. Это реально диспел по области. Керн, Кровавая Копыта, Гром, Задира и Канелюды. Классическая локализация, да. Ну, мне песня присыл, допустим, на русском нравится больше, чем на любом другом. Потому что у нее такой голос покруче, на мой взгляд. Да, Аура Борос, можно отлучиться в Магаз. Мария Куэлловна отпускается. Давай. Ну, как вы видите, компания... Ну, причину, собственно, по которой компанию орков не так часто спидранят. Потому что она достаточно медленная. Обещаю заспидранить за 15 секунд. Дружище, я останавливать не буду. Можешь идти. Можешь пузылку. Надо было ведро принести, понимаешь? Ночной горшок. Где твой ночной горшок, скажи мне, пожалуйста. Почему ты без ночного горшка пришел на разбор? Объясни мне. Видишь, я же тоже не ухожу никуда. Терпи вместе со мной. А, ты про Джайну, которая сейчас в World of Warcraft. И про песню, которая пиратская. Когда она адмирала. С одной морского корабль подняла. Все, корабль все растаяло. Ну, не знаю. Тоже спорный момент, конечно, но... Мне больше бразильская понравилась версия. Если про эту песню конкретно смотреть. Какая же долгая. Вот, собственно, поэтому. Вот, ребят, причина, по которой не особо любят спидранить. Вот эта вот дичь. Вот эта вот дичь не любят спидранить, потому что она медленная. Здесь очень много таких вот штук. И это как раз-таки тоже причина, по которой очень мало спидранов в The Frozen Throne. Потому что там тоже, ну, они в этом плане чуть похуже пошли, чем компания Альянсов и Андедов. Потому что, ну, как вы видели, компания Альянса и Андедов просто мега динамичная. На стратки богатая. Здесь тоже будут стратки, но не такие красочные. За эльфов еще тоже есть стратки приличные. Передаем сейчас Хеллскриму хилку на будущее. Потому что это очень важно понимать. Дальше за Хеллскрима будет миссия отдельно идти. И ты можешь не успеть ему ни черта передать хилку. Так как трала не будет в этой миссии. И весь инвентарь трала не передается, не остается на земле. Как это, допустим, на компании Альянса можно сделать, где можно скинуть... Ну, допустим, Джайне передать предмет. Джайна потом исчезнет и оставит свой инвентарь. Ну, вот именно там, где будет твой герой со следующей миссией. Такие вот пироги. Таймер заглючил. Я что-то не обратил внимания. Может быть, у меня стрим заглючил. Вообще-то странно. Ребят, никто не будет подкручивать в спидранах по Варкрафту. В коду проголодался. Опять работать. Да, работягиваю, ворков, конечно, классно. Ну, собственно, самое главное здесь кодосика не слить. Потому что вылезет другой... Другой коннелюд вылезет. Получаем третий левел и качаем... Внимание, не волков качаем, а качаем молнию цепную. И строим обязательно здесь Бороу. Знаете, что здесь нужно сделать в этой миссии? Х-86. Спасибо тебе за большое за два года, дружище. Спасибо. Ну, два месяца. Спасибо большущим. Шквобу. Так вот. Там у нас гарпии наверху стоят. У-у-у-у-у, сука. Ладно, завязал узлом. Сижу же. Краса. Так вот, ждем, пока у нас коннелюды отвалят. Ставим хилку для того, чтобы отхилиться на фулл HP. И сейчас вы увидите, что мы будем делать с гарпиями. Просто кастуем в них чайник. Они кастуют на себя Реджув, потому что у них есть тоже хилка. Способность отхиливаться. И мы ее будем диспелить. Здесь, как вы видите, если... Вообще. Вообще у них есть способность еще и ману высасывать. Но почему-то, если герой один стоит там, то... Не знаю, они просто не дрейнят ману. Это очень странно. Вот, собственно, пошел хил. Диспел. Диспел, диспел, дамаг, дамаг и хил. Мана поушен нам здесь нужен тоже для того, чтобы обновить полностью ману. И остатки гарпии всех пораздербанить. Гэ-гэ. Построил базу, между прочим. У него достроился там холл. Холл тоже нужно построить в этой миссии. Так вот, нам нужно сейчас здесь купить два дирижабля. И доставить их на базу. И бору мы там построили не просто так. Потому что мы можем донести, довести дирижабли до ближайшего здания. Ну, серых редко, кстати, упало. Просто доводим дирижабли, все гг. Ладно, зеппелин. Это гоблинский зеппелин. Хорошо. Слышь? Слышь-ка о мунте. Что такие дерзкие? Что такие дерзкие? Я не понял. Че нельзя, нет. Вот, теперь у нас миссия, где мы играем уже за грома, хеллскрима. И тут есть один классный багельный. Как видите, когда он делает свою иллюзию, он может протолкнуть себя через те или иные моменты, если там подблочено. В данном случае он ворвался просто через лес, который надо вырубить. Здесь вообще на этой миссии нужно добыть 15 тысяч единиц леса. Что триггернет, в свою очередь, ночных эльфов. Вот здесь вот. Как они там ночных эльфов-то называли? Как они, слушайте, как они реально в компании русской локализации называли вот этих ночных эльфов? Потому что тоже как-то прикольно было. Нет, не так. Давай извинись там перед ЛГБТ-сообществом. Слышь, ну-ка быстро извинился перед ЛГБТ-сообществом. Так, я не понял. Так, все, разбор приостанавливается до тех пор, пока он не извинится перед ЛГБТ-сообществом. Ну-ка. Ну-ка, извинились быстро все перед ЛГБТ-сообществом. Что за дела? Так, все, извинения приняты. Понятно. Ясно. Туишь. Развели тут. Здесь очень мощная страдка будет использоваться на то, чтобы убить вон того вот Фулборга. Как вы видите, он очень жесткий. Мне кажется, что он не убьет его сейчас. Это рандомно. Повезет, тут на криты не повезет. В самый последний момент хавает на щах просто камень ХП. Камень ХП передавался именно для этого, потому что мы там получим левел, во-первых. А во-вторых, айтем. Ну вот пора бы уже виндвок юзать, потому что тебе хана. Ну, ты, окей, ты ударишь, получишь вычет, сдохнешь. Ой, не сдох с одним ХП. Сдох все-таки. А, он сделал квик-сейв. Отсекающий квик-сейв здесь как раз-таки на Фулборга сделался. Придется переделать. Возможно, опять же, на фулл-компанию однозначно тоже разрешают делать сейвы, потому что... Ну, прикиньте, ты спидранишь фулл-компанию 4 часа такой. Оп. Спидранишь такой 4 часа. И тут в одном месте у тебя провал, и надо заново рестартить полностью миссию. Ну, это ж полная, полная дичь. Поэтому, конечно же, конечно же, разрешили использовать сейвы в конкретных случаях. Он опять отъезжает. Он опять отъезжает, что-то на криты не прет. Чего бы не начать сразу юзать виндвок. До того, как ты сдохнешь. Мне кажется, это... Ну, второе закрепление. Вот почему сразу так не сделалось? Зачем ждать, когда у тебя щи останутся? Ну, вот он опять труп. Закрепим, ребят. Закрепим. Закрепим результат. Может, с третьего раза пойдет. Ладно, вы не смейтесь, на самом деле. Изи вэр, не изи вэр, но... Как бы, есть место для адаптации. Вы лучше не ржите тут, а пойдите и затренируйте, и возьмите вэр, а нажмите, блин. Ну, все. Вот вам, пожалуйста. Посмотрим на ваш спидран. Как бы... В этот раз это на криты бы получше пошло. Значит, ладно. Суть такая, что нам нужно здесь реально добыть 15 тысяч леса. Значит, 15 тысяч леса добыть без... Конечно же. О, он специально сделал сейфс, здесь есть получше ситуация была. Ну, тут на криты просто поперло. Тупо сидишь, ждешь критов, что ли? Че за бред? Должна же быть стопроцентная стратка, если виндвок пораньше юзать. 15 тысяч леса добыть без лесопилки... Как там идти, блин, подождите. Без гоблинов, короче. Вообще нереально. Поэтому сейчас просто отстраиваем здесь лесопилку, во-первых. А во-вторых, наймем работяг, которые будут за нас лес добывать. Резаки, да, ребят. Фрезеровщики. Фрезаки. Фрезак. Блин, капец, как я уже здесь все подзапамятовал. Вот так вот и зародился альянс, ребята. Альянс гоблинов, технологов и... И орды. Видите как? Еще до того, как это стало мейнстримом. Фулберг нафига был? Экспа, дружище Экспа. А, и вообще, по-моему, это опциональный квест для... Блин, подождите. Это опциональный квест. Тебе в этой миссии не помогут эти чуваки, ты не сможешь резаки нанимать, если не убьешь этого пацана Фулбергов. Потому что этот чувак, ну, ты к нему подходишь, он такой, блин, чувак, у нас тут нас напрягают вот эти вот говнюки. И если ты их развалишь, то мы тебе подкинем, вон, новые технологии. Точно, все, извините, пожалуйста. Это квест. Ну, плюс Экспа. Здорово, Марку, с добору, пожалуйста. Ничего себе, ну, здорово, Брозефер. Что это козуля, я не понял. Кто такие козуля? Ботинки скорости. Ботинки скорости, убиваем баньшей, потому что баньшей, они шестого уровня, между прочим, по-моему. Да, шестого уровня. С них неплохо падает Экспа. И качаем пилар, по-моему, называется, скилл. Для того, чтобы бить базу из строения эльфов и качать с них бабки. Качать с них бабки, доить просто, доить ночных эльфов. Резаки у нас работают уже вовсю. Ясно, Зефир понял, принял. Пиладж. Пиладж, да. Пилар это не то. Пиладж, пиладж. Капец, я уж все позабывал, ребят, представляете. Ай-яй-яй, как не стыдно. Вам не стыдно, конечно. Да и кому это нафиг надо так-то? Слушайте, ну с резаками прям уверенно пошло вверх уже 4000. Ну, как вы видите, да, то, что стратки-то есть, конечно, но все равно компания орков не такая динамичная, как того же Альянса. Поэтому, что там, что там, конечно, я люблю трал, а батька трал красавчик, но орда, как бы, ну, вы понимаете, да, Андерсити там, все такое. А чем, кстати, музычку вырубил? Ох, ничего себе, на нас тут эльфики напали. Обалдеть. Минус. Криты пошли. Блэйдмастер, блин, самый поломанный все-таки герой в Варкрафте, вот с этими критами, блин, кошмар какой. Тупо вот сейчас катка как выглядит. Бегает Блэйдмастер, собирает когти, сыроклетки просто, блин. Я видел катку, кстати, на... Где чуваку выпало шесть когтей. Шесть когтей Блэйдмастеру, шесть когтей, понимаете? Это просто пипец. Просто пипец. Обалдеть. Берет сейчас кристалбол. Ну, конечно же, не для того, чтобы, ребята, открывать карту, а для того, чтобы потом в магазине продать, купить тпшку. Опять же, мы когда будем играть за грома Хеллскрима, здесь там будет миссия, где как раз-таки Кенарий. Кенарий Кармик Филлс, которого... Ну, это батя как раз, рога. Рога моего, батя, висят на чем-то. На чьей-то стене. Вот. Его мы развалим. Полубог. Полубог Кенарий отъедет здесь как раз-таки от урков, которые испьют кровушки-то Монороховской. Монорот или там Монорох, как его назвали-то? Избирник Крусейда-то тоже. Блин, все-таки, конечно, если бы они смогли бы отснять дальше продолжение фильма Варкрафта, было бы круто. Они вроде прикольно сняли, но просто очень много или скучно ведь дресни показали. Где масштаб, где махач? Как во Властелине колец. Нельзя не вспомнить момент, когда Орда посасывала Бибу Альянса. Вот это были времена. Сейчас же Орда сосет, лижет. Даже у эльфов. Какой дерзкий донат. Какой дерзкий. Минус, минус бабки. Спасибо большущим. Говорят, из фильма троллей вырезали. Ну, во. И вот это, ребята, не просто так. Мы качаем здесь ульту. Криты, конечно же, профитнее. Но вихрь. Блэйдмаста. Вот. Он здесь тоже очень сильно нужен в компании в следующей миссии. Ну, вы поймете, почему. Потому что здесь будет MLG про MLG стратки просто. Готовьте. Готовьте булки. Я, конечно, их знаю, но вообще я не верю, что в Рашке никто не заспидранил компании быстрее. Мне кажется, они просто сидят где-нибудь там в конской заднице на ютюбе где-нибудь с двумя-тремя просмотрами просто видосики нормальных спидранов от каких-то нормальных чуваков. И никто о них не знает. Надо бы... Слышь. Слышь кому-нибудь. Гогу искать. Я уверен, что есть. Что значит MLG? Тебя в гугле, что ли, забанили? Кому-нибудь. Объясните ему. А как же Близкон? Блин, Близкон точняк. Слушайте. А что там? Близкон сегодня идет уже или нет? Там же World of Warcraft аренка. Вот, на этой миссии. Ребята, вот эта миссия очень важна. Я хочу аренку посмотреть. Вообще, ты вынужден идти в портал, через другой портал, пробиваться там. И при этом тебе разминают базу просто. Кенарий тут тебе базу разминает. Или как вот он? По-моему, да, Кенарий как раз с кем. О, не получилось. Сделал здесь сейв файл как раз специально для того, чтобы себя... Опять же, с помощью иллюзии протолкнуть через текстурки. Замечательно. Здесь покупает телепортажку. Продает как раз таки шар. Покупает две телепортажки. Телепортируется на верхнюю базу. До того, как ее разломали. До того, как ее разломали. И это нужно для того, чтобы пойти сюда. И сделать этот скип второй раз. Там вообще жестко через порталы надо лезть, но... Хоба! Не получилось. Не получилось. Вообще здесь... Нету стабильного варианта, потому что это рандомно. Кого откинет иллюзию твою или тебя откинет. Поэтому, конечно же, здесь используется сейв файл. Ноги ставят никак... Нет, это рандомно, ребята. Это рандомно. Иногда иллюзия отъедет в другую сторону. Иногда ты отъедешь в другую сторону. То есть по-разному. 50 на 50, потому что скипы первого уровня. Ну и, собственно, на базе ты просто строишь шаманов, которые потом переедут в улучшенную версию со станом. Вот. И вихрь нам нужен здесь для того, чтобы зайти сюда. Про песочи всех. Он сохраняется. Даем две критулечки из виндвока. По 70 дэмэджа. Жрем ману. Ждем, когда восстановится мана. Алло. А. А, о. Ресторейшн у него. Potion of restoration. Юзу, и мы начинаем крутиться. Поехали. Собственно, крутилка нужна именно для этого момента. Для того, чтобы нам нужно здесь убить вообще всех сатиров. Вообще всех. Они у нас охраняют как раз-таки вот это мунвелл. Точнее, не мунвелл, а... Фонтан. Фонтан, из которого нам нужно отпить жижи. Жижи Монаротовский. Я комментирую. Я не играю. Как ты... Как по-твоему можно комментировать и играть? Варкрафт это одна из тех игр, когда ты которую спидранишь. Ты реально просто охреневаешь. Вот. И сейчас мы вот этими шаманами просто... Пойдем и... Кенарею просто объясним. Что... Так делать было нельзя. Зачем ты? Зачем ты вообще сюда приперся? На урков на наших... На братьев на наших нападал. Вот он, собственно, стоит здесь. Десятого уровня. Такой серьезный. Ну и шаманы, они у нас в этой версии вылучшены. Обладают способностью станить и дамажить. Бесконечно. Поэтому Кенарей просто не вы... Кенарей, да. Кенарей у нас... Не вылезет даже ни разу. Из стада. Вот здесь гром говорит то, что нет ничего неуязвимого. Берешь топор и начинаешь бить. Вот, кстати. Реально лозунг... Лозунг орды, ребят. Берешь топор, начинаешь бить. Сморг, сморг. Майндгеймс, это не про них. Все, минус. Готово. Спидранишь и комментишь, все возможно. Нет, хорошо спидранить на хорошее время и... При этом комментить, это нереально. Тем более, у него уже спидран идет 2 часа 40 минут. Я обязательно скину ссылку на этого чувака, который заспидранил полностью всю компанию. Ему принадлежит как раз-таки рекорд именно в спидране всей компании целиком. Вот, конечно же, можно сделать быстрее, можно где-то улучшиться. Опять же, я уверен, что на последней миссии эльфов он, скорее всего, накосячил, потому что там не все так просто. Но, ну, как говорится, там же нужно дождаться задефаться. Вот, но есть вариант, чтобы не задефаться, а... Ну ладно, потом разберемся. Но это очень сложный вариант. Бесконтактный спидран лучше спидран. Ну, я поэтому так и говорю, что это бесконтактный спидран для того, чтобы пророфлить, как вы понимаете. Как он интересно делает. Ну ладно. Здесь нам нужно освободить Виверн, да? Да, здесь нам надо Виверн спасти. И мы, когда спасем Виверн, получим возможность их строить. И как раз-таки в одной из миссий, вот как раз-таки в этой, да, когда мы спасем Виверн, мы отстроим просто две пачки Виверн. Мы пойдем снесем базу, просто Альянс. Так вот. Я поэтому специально с иронией, как бы, и говорю, что это, типа, бесконтактный спидран, потому что мы... Как бесконтактные бои, ну, вы понимаете, да? Звучит забавно. Наездники на Вивернах. Не, наверное, просто Виверн вызовут. Да ладно, я не буду тут ни с кем спорить, кто что, как называется, какая-то разница. Какая разница? Значит так, Виверн мы, конечно же, спасем только одним лишь Тралом. Нам все не нужны. Пасяны у нас просто будут стоять по центру карты, отбиваться от наземных атак Альянса, потому что они здесь иногда тоже фигачатся. И здесь еще пока что Трал. Ну, вообще, как... Давайте я вам расскажу немного про историю. Вообще, начинается кампания с того, что там Медив. Приснился Тралу. Трал проснулся ночью в кошмарах. Что за дресня вообще, что произошло? Он говорит, иди, иди вон туда-то. Я не помню, как называется локация, куда она. Вашенваль, по-моему. По-моему, в Вашенвале. И то же самое сказал Альянсу. То же самое сказал, ну, Найтельфам. Ну, как Найтельфам, не надо говорить. Они и так Вашенвале тусят. И, собственно, потом орки с Альянсом такие встретились в Вашенвале. Хиджал, да, Хиджал. Ну, Хиджал у нас... Ладно, я не буду, я давно эту тему не изучал. Поэтому я не буду говорить точно. Вот, но суть такая, что они встретились все вместе, но сначала они не знали то, что они заодно. Они сначала месили друг другу лица. Видимо, с этого момента обидка как бы и зародилась-то. Ну, Альянс месил в Орде. Кто, ребят, месил лица сильнее Орда, месил Альянсу или Альянс Орде? Давайте, сморки это, если Орда месила, а Пок Чемпы, если Альянс. Ну, и вот мы сейчас проверим. Кто сильнее, месил лица-то? Одни урки. Блядь, месила. Делай сэв сейчас для того, чтобы аккуратненько здесь. Не про Фелиса! Хилочка отставляет. Вот эти ребята тоже могут дрейнить ману. Вот эти ребята дрейнят ману. Почему они этого не делают? Да потому что один трал тут стоит. Нету юнитов, нету вариантов. Если юнит один, один герой стоит, они, как правило, не дрейнят ману. Но инфа не точная, надо проверять. Но чаще всего не дрейнят. Готово. Все, спасли Виверн. Можно теперь на базу лететь и строить два стака. Вообще можно поменьше Виверн отстроить и развалить базу Альянса, но... Видимо, я думаю, что он будет сэв его играть, потому что все-таки как-никак реально уже... Он уже два часа сорок четыре минуты колбасит. И, блин, это очень много времени, конечно, уже потрачено на этом. Десять Виверн, хватит, блин. Слушай, надо тестить. Я тебе скажу то, что я не тестил. Надо тестить, ребят. Если у кого есть желание реально по спидране идти потестить, можете потестить. Взять ВВР сейчас за компанию орков, за компанию эльфов вообще изейший. Просто забирайте. Берем волков, потому что ульта у... Форсира не очень, точнее, в данном случае у Трала. Ну, хотя, кто знает. Может быть, есть какие-то уникальные стратки, где и ульта Трала пригодится. Ну, я вам скажу честно. Я поиграл и за Орду, и за Альянс. У меня много чаров и там, и там. Ворд оф Орков. Но в среднем, хочу сказать, что... IQ людей, которые играют за Альянс, в среднем выше, чем IQ людей, которые играют за Орков. Ну, это не научно доказанный факт. Это британские ученые доказали. Вот как они доказывали, что... В Ферраре помещается на один мешок картошки в багажник больше, чем в Бугате Вейрон. Понимаете? Очень важное исследование, между прочим. Очень важное исследование. Нельзя недооценивать важность этого исследования. Так вот. Собственно, такое же исследование. Да это же рофлы. Алло, извинись. Ну, извините, пожалуйста, если кто обиделся на эту шутку. Что, теперь на весь юмор обижаться, что ли? Просто Даймонд Сити. Да. Согласен. По заказу белорусов исследование сделано. Я думаю, что это чуваки, которые ездят на Ферраре и на Бугате Вейрон вообще картошку особо не покупают. Они, мне кажется, хавают в ресторанах. Мне так что-то кажется. Либо им кто-то готовит. Вот. И они точно не ездят на Бугате Вейрон за картошкой. Так, у кого есть Бугате Вейрон или Ферраре? Гоа за картошкой сгоняем в продуктовый. Мне вот надо. Давай картофаны купить. Пюре-хи сделаем. С котлетками. Ну, как положено. Без макарошков. Все. Самый next label play это взять в аренду Бугате Вейрон и съездить в продуктовый. Проверить, блядь, сколько мешков картошки туда помещается. Подъехал? Все, выхожу, брат. Мы нужны больше кольца. Что ты хочешь? Уги-дуги. Стоят армии Амундаву? Нам нужно больше золота, чат. Че вы спите-то? Нужно больше золота? По 4 бедра или по 5 я откуда знаю. Откуда я знаю-то? Надо у британских ученых спрашивать. Я-то че? Я вам за что купил, зато продал. Нам нужно больше голд. Больше голд, ребята. Больше голд. Не, он все-таки лишка копит, потому что виверная. Вон, он делает сейфер и все-таки решил полететь. Даже не 2 стака делает, делает 1,5 стака, но даже чуть меньше, чем 1,5. Мне кажется, 1 стака виверна хватит, если еще при этом на подлете постоянно будут. Бум-бум. Пролетаем с другой стороны. Аликов и у аликов. На самом деле там вообще ничего толком нету. Только грифончики всякие. Ну, там реально не так много армии. Такую пачку огромную строить для того, чтобы развалить пару коллег. Ну, че-то такое себе. Конечно, грифоны огрызаются, но... Если расконтролить хорошечно, то, мне кажется, нормально все будет. Ой, мы даже не убили никого. Ну, сейчас, конечно, отвалит одну хотя бы виверную. Одна виверная минус. Вторая сейчас будет минус. Не контролит, не контролит, ребят. Просто через атаку отправил. И это как раз-таки из-за того, что человек просто устал. Леха, я тебе говорю, Леха. Здорово, Леха. Я тут уже полстрима тебе говорю, что я тебя хочу подбить на спидраны по Варкрафту. По Варкрафту третьему. Reign of Chaos и The Frozen Throne. Покажи нам мастерский спидран, пожалуйста. Вон у нас Абвер, кстати, в чате. Ну-ка, быстро подписались на него, дружище. Вот такой человек просто. С большой бухой. Вот. Давай, покажи нам класс. Что за мастерский спидран? А что, Хапач, кстати, не спидранил у нас это? Случаем. Подпишусь после Вера. Ну тогда, тогда сапку чисто. Тогда чисто сапку надо будет. Все, развод чисто на сап скрэмбл. Капа. По Старкрафту разбор спидрана. Ну, блин. Посмотрим, ребят. Честно, ничего сейчас не обещаю. Есть ряд игр, которые я бы хотел разобрать. И Старкрафт пока туда не входит. Никто из нормы игроков не спидранил. Я тебе и говорю. Я же тебе рассказывал, Лех, то, что я заспидранил второй Варкрафт. Ну так, вообще пососно. То есть, и там чувак улучшил мое время, ну, которое я считаю, мое самое лучшее время на 40 минут улучшил. Просто про игрок во второй Варкрафт. Тупо исполнением из-за того, что он умеет играть, а я нет. Контролить нормально умеет. Вот так вот. Так что я думаю, нормальные игроки здесь тоже просто влетят и показывают. Реально клевый и интересный спидран. Но из-за того, что альтернативы у нас нету. Авер что-то это. Не хочет спидранить пока. Не сдается. Но я его уломаю, не переживайся. Пока смотрим такой. Вот. Готово, миссия исполнена. У него еще осталось верно. Просто жеваная гора. Реально можно было одной пачкой не ждать. Что к чему. Гол на раз, второй Варик. Не. О, сейчас миссия, где нам нужно в пещере как раз таки, где мы в первый раз встретимся с Джайной. И Тралов с Джайной, кстати, красавчики. Они хорошо общаются. Они кенты. Они друзья. А че забайсил-то? Правильно. Че, пускай реально подписываются. Ты ж реально заспидранишь? Я уломаю его, короче, ребят. Не, ничего не знаю. Я, блин. Я у него кошку одну в заложники заберу, пока он не заспидранится. Второй Варкрафт. Ой, третий Варкрафт. Давай, короче, Леха, компанию Reign of Chaos полностью и компанию The Frozen Drone. Все. Говорит, почему бы и нет. Шеролин, спасибо большое, дружище. Добро пожаловать на... У нас тут частенько движет. По спидрану и сделаем нормально. Ну, давай. Ну, короче, договоримся, Лех. Лех. Там это... Я заеду, это... Обкашляем там. Обкашляем все. Все как положено. Все. Видите? Изи, ребят. Изи, джибайдет. Вот Алексей нам покажет истинный спидран. Истинный спидран. Он сейчас очень сильно играет в Варкрафт, между прочим. Нельзя недооценивать... Нельзя недооценивать дух. Дух задротства. Спасибо, Куалма, спидах. Ну, держи в курсе. Ну, успел ты поспать. Замечательно. Не буди остальных, да, людям другим поспать. Ну, что ты? У нас тут контент. Знаешь, здесь нам нужно получить сейчас квестовый айтем с этого душу, душу. Потому что красный дракон у нас охраняет здесь артефакт, который нам позволит решить здесь сердце. Сердце, ребят, сердце Элуны, в скобочках, Азуны. Или как ее там. Ну, и, собственно, пройти нам дальше. Как вы видели, мы всех бомжей орковских оставили. Вначале вообще нам нафиг не нужны. Мы просто тралом здесь пробежали. Тараска, да, Тараску, ребят. Тараску подобрал. Соответственно, сейчас мы за Керна будем нажимать еще механизм, проходить. И с Керном встретимся тоже в пещере. Там обвал, фигал, там все такое. Там есть ачивка пройти кампанию за 5 часов. Ну, блин, я думаю, что компания Старкрафта спидранится быстрее, чем за 5 часов. Гораздо. Посмотрим, ребят, посмотрим. Ну, поэтому компанию орков никто особо не бегает. Потому что она достаточно скучная. Из-за того, что страток не очень много. И ты вынужден реально вот так вот проходить. Но стратки все равно есть, между прочим. Опять же, потенциал что-нибудь придумать есть всегда. Правда, к сожалению, здесь хеллскримом не поиграешь. И телепортажки здесь не поделаешь. Но в целом... В целом можно. Ду, содротный. Единение. Хард или изи? Что-то подозрительное. Это изи, это изи, Леха. На харде не спидранят пока. На харде тяжело, большинство страток не работает. Особенно компания Хуманов там. Такая напряженная на харде. Где тебе нужно продержаться, но... Там не продерживаются, а там выносят базу полностью. Яндедовская компания, кстати, тоже очень красиво спидранится. Так что ты не видел. Посмотри потом в записи. Я тебе, я тебе покажу. Вот. Ладно, возвращаемся. Тут керном надо механизмы пронажимать. Всякие разные. Для того, чтобы дверь открыть. Здорово, Аминти, здорово. Блэк, Смак. Спасибо за Twitch Prime. Благодарю. Значит, сейчас нам нужно пересечься с Тралом. После чего у нас начнется последняя часть, где мы реально Джайну найдем. И такие, типа, что за дела? Почему нас Медив завел туда же, куда и Джайна здесь? Ты что, ты что, пес? И он такой говорит Медивцу, что хорош пререкаться. Давай, нам тут это, плеть мы не одолеем. Соляндру. Вот такие дела. То можно просто сломаться. Ребят, еще раз. Спидран очень интенсивный. И это не профессиональный игрок в Warcraft, как я уже вам говорил. Поэтому. Поэтому нам нужно. Ну. Побить это время, конечно же, можно. Но у него уже, считайте, 3 часа ран. Я думаю, он уже поплавился знатно. Мы не видели, конечно, как он бегал, компанию. Хуманов и Undeadов. Но она тоже очень интенсивная, как вы уже видели. Ну, блин. Вообще, Blizzard, как бы, такая компания, что... Здесь, кстати, используется свиток сейчас зверя, как вы видите, для того, чтобы продамажить как можно быстрее чувака, с которого ключ падает от этой двери. Найс, раскатил. Все, открываю дверь и поехали. Ге-ге. Вообще, игры Blizzard сейчас... Вот какие новые игры Blizzard есть, кроме Overwatch'а? Ну, и там этот, как его? Типа доты. Такая штука, как она там называется, даже не помню. Да не особенно. WoW BFA. Но WoW, он у нас супер давно играет. В WoW играются, как правило, все люди, кому там уже реально овер дохера лет. Очень мало... Очень мало людей. Очень мало на воду. Молодняка там мало играет. Зеленых там почти нет. Кира из офзэшторм, да. Да, именно она. Значит, смотрите. Здесь MLG-стратка. MLG. Нам нужно душу Hell's Cream'а сейчас как раз-таки вырвать и очистить ее. Грома, который гром. Вот. И, значит, смотрите, как это делается. У нас, как вы видите, много хилок очень в инвентаре. И нам нужно прорваться туда, вот прям наверх, наверх через базы урковские. В начале армия у них не особо. Очень много башен в основном. Ой-ой-ой, как гранты, кстати, надавали больно. Значит, мы просто берем, рашим до туда, хилимся, живем. Опять же, из-за того, что хилок много, мы можем пожить подольше, но главное танковать-то особо разумно. И тупо забираем душу Hell's Cream'а и валим обратно. И валим обратно. MLG это словосочетание, когда ты характеризуешь то, что того, какой-нибудь очень клевый плей. У него сейчас подблочило. Пипец. Атака хаосом. Да, хаос, кстати, дамажит без штрафа по всем типам брони вообще. Это самый крутой тип атаки. Как раз-таки Лидан, когда превращается у нас в темного чувака, он атакует хаосом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас хорошо ему так надавали по голове. Ну все, ГГ, справился. Молодец. Что такое геймер-хухи? Что, 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 что вы спамите-то все? Одно и то же. Давай, если вопрос дерьмо, я тебе это... Понятно, да. Понятно. Я тебе-то и моча давил, вот. Я думаю, заслуженно. Нормально, шутканул, пророфлил. Ха-ха-ха, кса-кса-кса. Кса-кса-кса, смешно. Вот так вот геймер-хухи шутит, ребят. Шутки за 20... На 10 минут тайм-аута. Да не, при чем тут саба-то? Не, камон. Просто он немного пьяненький, мне кажется. Все. Это, блин, это была команда орков, ребят, извиняюсь. Так неожиданно. Она закончилась. Потому что там идет и дальше катсцена, как Гром и Трал Монорота разваливают. Прям... Прям жестко так разваливают. И Гром отъезжает. На руках просто. На руках Трала. Кормик Филс. Да, поэтому пресс-ф, тупей, респект, тупей. Громыш, ребята, Громыш затащил. Мы его спасли, а он нас не предал. Да, катсцена реально очень... Очень крутые катсцены в Варкрафте. Правда, это одна из первых игр, которые я поиграл, когда я прям... Прям... Такие катсцены мощные. Как фильм посмотреть. И вообще, когда World of Warcraft выходит, это сейчас они на катсценах бабки экономят. А раньше в World of Warcraft катсцены были просто божественные. Така... Так... Така... Так... 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 Продолжение следует...